Сегодня я расскажу вам историю, о которой, может быть, многие не знают, и я благодарен своему адекватному подписчику, который правильно отреагировал на мой предыдущий ролик о постановщиках или о конспирологах, и напомнил мне об этой истории. Я очень благодарен, если будут подобные материалы, присылайте, это действительно интересно, об этом должны знать многие. Речь идет о массовом убийстве в начальной школе Сэнди Хук в районе Нью-Таун, штата Коннектикум, США, 14 декабря 2012 года. 20-летний парень Адам Питер Ленза сначала застрелил свою мать четырьмя выстрелами в голову, затем забрал ее машину, приехал в ближайшую начальную школу и убил 20 детей 6- и 7-летнего возраста. Кроме этого, были убиты 6 учительниц, из них была директор школы, плюс психолог, плюс учительницы, которые пытались спасти детей, например, одна прикрыла своим телом мальчика, но оба были застрелены, одна пыталась прятать детей в шкафах или в тумбочках, тоже ее он убил. В конечном счете, вместе с матерью и самим убийцей, который потом застрелился, в этот день было 28 жертв. И самое страшное, это тело одного мальчика, ну а Познер, он получил самое большое количество выстрелов, 11 пуль. Две из них прямо в лицо, вообще детей он убивал именно в голову, то есть в лицо. Это страшная трагедия. Вот этот замечательный, красивый мальчик, ну а Познер и отец этого мальчика, естественно, как и вся семья, все они были в шоке от всего происходящего. Вдруг он столкнулся с такой проблемой, что после происшествия вот этой ужасной трагедии, заявления, естественно, президента и начала расследования, вдруг в YouTube и в интернете началась волна так называемых псевдорасследований. Вот то же самое, что делает господин Будильник, то есть нашелся такой умник, который начал выискивать какие-то несостыковки и внушать людям мысль, что это все актеры, что не было там никаких пострадавших, что этих детей никогда в жизни не существовало. И что эти учительницы все тоже актеры. Ее ролик, как это ни страшно и ни печально, собрал в тот момент 11 миллионов просмотров. Вот это говорит о том, что в общем-то общество, даже такое, я считаю, здоровое общество, как американское, все-таки падка на подобные вещи, и поэтому не стоит удивляться, что мое мнение, например, о Будильнике оказалось таким непопулярным, и очень много комментариев было как раз крайне негативно. Как написал коротко один из моих подписчиков, да, заглянув в комменты и офигел, не ожидал такого большого количества всякого рода конспирологов и прочих дебилов. Вот передал он мои мысли. Я понимаю, что, видимо, люди склонны принимать простые ответы на вопросы, потому что нет ничего проще сказать, что все вокруг постановка, что все придумано кем-то, это сценарий. МЧС не настоящий, ФСБ не настоящий, все это актеры. Не было никакого падения Боинга, не разбивались эти 280 человек. Голландцы хоронили, конечно же, манекены, не было Норд-Оста, не было Беслана, не тонула никакая лодка Курск, нет сейчас войны в России и Украине. Это все простые ответы на вопросы. И я не ожидал, насколько люди в России не хотят принимать здравую точку зрения и готовы лучше принять точку зрения психически нездорового человека, но самое главное, что это интересно. И да, наверное, весь наш мир это сплошной театр. Ну и что показал мне этот ролик, что состояние общества еще тяжелее, чем я думал, люди действительно больше склонны принимать самую абсурдную, самую нелогичную точку зрения. Страшно то, как вот в этой истории с этим отцом, что когда ты сам с этим сталкиваешься, когда вокруг тебя ходят люди, кто не способны тебе оказать никакой помощи, потому что они абсолютно отсутствуют в реальном мире, они считают, что все, что происходит вокруг, это не по-настоящему, когда с тобой или с твоим ребенком это происходит, приходит понимание, насколько конспирология или идеи о конспирологии деструктивны, разрушительны. Но, наверное, нужно пережить такую трагедию, чтобы это понять. Итак, история отца погибшего мальчика, самого мальчика, который получил больше всех, это 11 пуль. Убийство 27 человек в школе Сэнди Хук в 2012 году одно из самых страшных преступлений в современной истории США. Кстати, я здесь хочу сделать сноску, что оно стало вторым после массового убийства 1927 года. То есть представьте, сколько лет прошло, прежде чем нечто подобное повторилось. Среди сторонников теории заговора популярным стала версия о том, что на самом деле никакого убийства не было. Правительство якобы инсценировало гибель школьников, чтобы ужесточить контроль за оружием. Как понимаете, причину всегда можно найти. New York Magazine рассказывает историю Ленни Познера, который увлекся подобными теориями до тех пор, пока обозначенными поисками скрытой пропаганды интернет-активисты не стали утверждать, будто сына Познера, погибшего в Сэнди Хук, никогда не существовало. Это приблизительно то, что сейчас Будильник пытается внушить отцу спасенного Вани Флокина. Вчера он выслал сообщение Будильнику о том, что ему больно слышать о том, что и операция спасения называется постановкой, его называют актером, а его сына обзывают механической куклой или того, что его вообще никогда не существовало. Но понятное дело, что Будильник полностью игнорирует подобные сообщения и продолжает свою теорию о постановке и всемирном заговоре. И вот такой же точно американский отец полтора года он терпел после смерти своего сына всю эту истерею. Было масса роликов в YouTube и были созданы целые сайты, пока он не объявил этим заговорщикам настоящую войну. Сейчас, кстати, в YouTube вы почти не найдете роликов, потому что под давлением созданной отцом организации эти ролики были удалены. Более того, он неоднократно подавал в суд на вот этих верящих в постановках, в кавычках. Поэтому сейчас простой совет господину Фокину не просто пожаловаться на канал Будильника, а подать в суд на Вильгельма Варкентина и отсудить компенсацию за распространение спама и мошенничества. По мнению конспирологов, все свидетельства в СМИ о массовом убийстве в Сэнди Хук были сфабрикованы. Семейные фотографии погибших изготовлены в фотошопе, а воспоминания родственников убитых детей – ничто иное, как ложь. Уже через неделю после массового убийства на YouTube полчасовой разоблачающий в кавычках ролик о преступлении, авторы которого задавали вопрос, мог бы преступник убить столько детей, ведь они все быстро бегают и по ним трудно попасть, потому что они маленькие. Просмотрели, как я уже сказал, 11 миллионов раз. Когда все это случилось, убитые горем семья, отец и мать, им было, конечно, не до интернета, но через какое-то время Познер узнал о том, что всех родителей детей, его включая, обозвали актерами, при этом развивали постоянно мысли о том, где их нашли, за какие деньги они работали в постановке этого спектакля. Как вспоминает Познер, он сам до этого увлекался конспирологическими идеями и часто, когда он ехал на работу, он слушал подобных конспирологов по радио и ему даже все это нравилось. И, конечно же, до тех пор, пока это не коснулось его самого. Согласно версии конспирологов, Познер и его жена были наняты правительством Соединенных Штатов, чтобы поучаствовать в инсценировке шутинга. Но попросту его сына Но никогда не существовало, и по их версии Вероника Познер – это его жена, ее девичья фамилия была Холлер, и она родилась в Швейцарии. Они нашли какое-то сходство с неким швейцарским дипломатом, женщиной, и выявили версию, что завуалированный швейцарский дипломат вдруг поселилась в американской глубинке для того, чтобы участвовать во всей этой операции. В конечном счете, все это должно привести к ограничению продажи огнестрельного оружия. Фанаты теории беспрерывно исследовали аккаунты семьи Познер в соцсетях, находили фотографии с якобы подозрительными тенями и неестественными позами. Из всего этого они сделали вывод, что Вероника, его жена, что ее везде прифотошопили, что она вообще к этой семье никакого отношения не имеет. И все это продолжалось приблизительно два года. Во-первых, семья тяжело переживала потерю ребенка, а потом семья еще и развалилась после гибели малыша. Такое бывает часто, когда оба родителя чаряют одного совместного ребенка, часто брак не выдерживают. Но в 2014 году отец, оставшийся один, жена от него уехала, забрав двух старших детей, он решил ввести войну конспирологам и для начала открыл сайт, выложил свидетельства о смерти Ноа, другие документы доказывающие, что у него был сын. Он сам вступил в эту группу конспирологов и вел многочасовые дискуссии, пытаясь доказать, что никакого заговора не было. В ответ на это, точно так же, как и я сейчас, он получал сплошь оскорблений и даже угрозы. Познеру говорили, что они не будут с ним общаться, пока тот не эксгумирует тело своего сына и не покажет, что этот сын у него когда-то существовал. Вот представьте себе, насколько сумасшествие может зайти дальше. Насколько? В конце концов, отец создал группу, которая занималась развенчиванием теории об исценировках массового убийства. Самому Познеру было стыдно, как он признавался о том, что он сам был сторонником когда-то конспирологических идей. Он посвятил вот этим разоблачениям разоблачений целый год, пока не понял, что ответы его никто не слушает. Никого не интересует ни реальные фотографии, ни свидетельства о смерти. Люди продолжают настаивать во своем. Эти сторонники теории, как потом написал Познер, самые обычные, плохо образованные, глупые люди или тролли, которые наслаждаются тем, чтобы оскорблять других людей и всегда останутся при своем мнении. Познер пришел к мысли после целого года борьбы, что конспирологов нужно каким-то образом наказывать. Опубликовал личные данные самых активных троллей. Добился снятия продаж на Амазоне книги о том, что стрельба в сыне Хук была инсценировкой. Более того, существовал даже сайт для сбора пожертвований, для якобы расследований. Он добился закрытия этого сайта через суд. Второй раз подал в суд на активиста всего этого конспирологического движения за нарушение прав на частную жизнь и выиграл этот суд. Иск он зарегистрировал 11 сентября, то есть 9.11. Что произошло? Естественная реакция. Все эти конспирологи завопили о том, что ну вот мы точно знали, это мировое правительство. Посмотрите, иск зарегистрирован 11 сентября. На что Лени Познер, конечно, смеялся и говорил, что это была его разводка, потому что он настоял на том, чтобы его иск зарегистрировали именно 9.11, чтобы показать им, как он их щелкает по носу этих сумасшедших людей. И более того, когда он увидел вот эту реакцию ненормальных, он создал отдельный сайт, где начал выкладывать постоянно всякие фейковые новости, естественно, под другим именем, а затем с удовольствием видел, как эти новости смакуют вот эти конспирологические тролли. Затем им была создана организация Horn New York с целью борьбы с теориями заговора. Эта организация существует, они пошли еще дальше, они выпустили книгу, и вся книга состоит, по сути, из вопросов. То есть они задают вот этому конспирологу огромное количество вопросов, на которые тот, конечно же, не ответил. Когда они сталкиваются с настоящей реальностью, люди подобного типа, они теряются, ход их мыслей всегда запутан, и поэтому на конкретные вопросы они отвечать не в состоянии. И вот целью как раз этой книги и было не добиваться ответов от шизофреника, а просто, самое главное, поставить вопросы. Потому что иногда правильно поставленный вопрос имеет больше веса, чем ответ. Потому что умные люди уже в самом вопросе поймут, о чем речь. Вот так закончилась эта история. Лени Познер существует, конечно же, сейчас, он продолжает борьбу с конспирологами. Я могу ему только пожелать удачи. И если в России, а я думаю, что времена будут еще хуже, и шарлатанов будет разводиться еще больше, если в России эти идеи начнут буквально фасцинировать, и такие как «Будильник» станут звездами YouTube, то обязательно найдутся те, кто вслед за мной, возможно, будут бороться, и не так, как я, а еще серьезнее, будут подавать в суд, будут жаловаться на канал, будут выпускать книги антиконспирологические. В тяжелые времена нужно пытаться сохранять здравый рассудок. Не всем это удается. Поэтому тем людям, кто еще остается в здравом рассудке, я прежде всего обращаюсь к ним. Попытайтесь оградить своих детей от подобных идей. Если есть возможность, выезжайте или вывозите своих детей, потому что, как мы видим, как я наблюдаю по реакции на свое видео, не вполне психически здоровых больше, чем даже говорит об этом статистика. Я приветствую всегда здравых людей на своем канале. Помните, что я занимаюсь разрушением шаблонов и всегда стою за здравомыслие. Поэтому, когда я сталкиваюсь с такими вещами, я не могу проходить мимо. Это ответ на вопрос тем, для чего я связался, грубо говоря, с таким блогером. Я невольно сделал ему рекламу. Да, это плохо. Теперь на его канал подпишется еще больше людей. Но, с другой стороны, борьба за правду должна быть. Даже если она тебе не вполне выгодна, все равно нужно это делать. Удачи и берегите своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok